КОСМОС КОСМОС Когда он забрался внутрь и рухнул рядом с командиром корабля Павлом Ивановичем Беляевым, пришла новость. Автоматическая система возвращения на Землю вышла из строя. И впервые в истории человечества наши космонавты стали возвращать корабль на Землю вручную. Сделать это было практически невозможно. На новом корабле «Восход-2» единственное окно иллюминатора смотрело вбок, где Землю в принципе было не видно, а только звезды. Запустишь двигатель не так, улетишь еще дальше, межпланетное пространство, и останешься там навсегда. Космонавты отчаянно летали по кабине, вглядывая с разных углов в злосчастный иллюминатор, вспоминая, где большая медведица и знакомая звезды. И, наконец, включили двигатель. До последнего момента они не знали, куда их несет — в сторону Земли или в открытый космос. От перегрузок они почти потеряли сознание, очнулись, когда были уже на Земле. Выбрались из шлюза и оказались по пояс в сугробе при температуре минус 30. На корабле была масса средств спасения — рыболовные крючки, средства для отпугивания акул, пистолет ТТ. А вот средств от холода было не предусмотрено. Космонавты сняли скафандры, вылив оттуда по нескольку литров пота и, оставшись в чем мать родила, развели костер, а потом стали подавать сигналы СОС. Сигнал о помощи поймали немцы в Бонне и сообщили об этом в Кремль. Но наши им не поверили. Единственное, что было тогда известно Центру управления полетами, что космонавты должны были приземлиться где-то на территории Советского Союза. В это время в официальных новостях сообщали, что герои-космонавты благополучно приземлились и отдыхают в санатории. В это время генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев звонил Королёву и спрашивал, где наши космонавты. Их нашли случайно, когда с вертолета заметили огонь от костра посреди тайги. Из-за густого леса сесть было невозможно. Космонавтам сбросили теплые вещи, продукты и ящик с коньяком, а потом направили группу пеших спасателей. Теплые вещи и продукты повисли высоко на деревьях, откуда их невозможно было достать, а ящик с коньяком разбился при падении. Помощь космонавтам шла несколько дней. По воспоминаниям Алексея Архиповича Леонова, потом выяснилось, что при посадке аппарата оба люка оказались зажатыми между соснами так, что как оттуда они выбрались, было совершенно непонятно. Все-таки выбравшись наружу, они добрались до земли, где слой снега был толщиной около двух метров. Стоило им встать в полный рост, как проваливались в снег с головой. Поэтому космонавты могли собирать дрова, разводить костер, налаживать связь с большой землей и устраивать ночлег только исключительно ползком. Такие дела.